Сирийский кризис В третьем ряду отстоящих от Сирии и таких прямых последствий я пока не усматриваю, но косвенные последствия в случае, если сирийский кризис приведет к падению нынешнего правительства и превращению Сирии в новый узел нестабильности и террористический полигон, а к этому дело идет, потому что силы, которые рвутся к власти Сирии, они идут под фундаменталистскими лозунгами, вот косвенные последствия быть могут, и ведь нестабильность в этом регионе, это уже совершенно очевидно, она распространяется волнами, то есть возникает очаг нестабильности, вместо того, чтобы его подавить, его расширяют разные силы, действующие в своих собственных интересах, расширяют этот очаг нестабильности, и он начинает захватывать окружающие государства. Уже сирийский кризис, безусловно, уже затрагивает Южную Турцию, он не может не затрагивать, он затрагивает Ливан, где огромное количество сирийских беженцев, он затрагивает Иорданию, где 150 тысяч сирийских беженцев, и, повторяю, в случае, если этот кризис не будет купирован, как бы ограничен территорией Сирии, и постепенно преодолен, то я уверен, что начнется экспорт и терроризма, и фундаментализма, и различные группировки, которые будут бороться за власть, И я совершенно не исключаю, что терроризм может прийти в те государства, где его никогда и не было. Так что не хотелось бы, чтобы государства Южного Кавказа оказались вовлечены вот в эту террористическую активность. Это может произойти, потому что вот эта общая дестабилизация приводит к тому, что некоторым людям, тем более имеющим финансирование из неких фундаменталистских фондов, растущих как на дрожжах на нефти и газе, в целом ряде арабских государств, может прийти в голову, а почему бы не пытаться поддержать какие-то экстремистские тенденции в том или ином государстве этого региона, скажем, в том же Азербайджане. И я думаю, что именно этим опасен сирийский кризис, потому что он может, как раковая опухоль, дать метастазы в другие страны. И мы уже видели, что, скажем, из Афганистана фундаменталисты фактически экспортировали группы боевиков на территорию Узбекистана. Были две попытки покушения на Каримова, на президента Узбекистана. Были взрывы в Ташкенте. А ведь этого никогда там не было, понимаете. И это было сделано людьми, которые пришли извне, нашли какие-то опоры внутри Узбекистана и начали действовать. Вот в чем опасность. А как бостонский теракт отразится на американо-российских отношениях? Я думаю, что бостонский теракт к российско-американским отношениям не имеет никакого отношения, кроме одного, что американцы очень серьезно недооценили наше предупреждение. ФБР исходило из того, что русские возводят напраслину на некоторых чеченцев, обвиняя их в том, что они могут быть причастны к террористической активности по политическим мотивам. Что русские против были отделения на Чечне, Россия боролась с сепаратистами, боролась с террористами. И теперь она, так сказать, предупреждает, что, мол, все чеченцы могут представлять угрозу. Кстати, Россия никогда не предупреждала, что все чеченцы могут представлять угрозу. Но некоторые могут, потому что мы знаем, что и лидеры чеченских сепаратистов, и террористов, целый ряд из них нашли убежище в государствах за пределами Российской Федерации, в ряде арабских стран. И некоторые чеченцы включились, в общем, в террористический интернационал, который действует. И здесь главный принцип не национальность, главный принцип это определенное отношение к исламу и к джихаду. Здесь дело не в том, что братья Царнаевы чеченцы или не чеченцы. Здесь дело в том, что они, по всей вероятности, или под влиянием кого-то, или сами по себе увлеклись вот этими идеями джихада, которыми увлекаются некоторые сами американские граждане. Вот мне кажется, что Америка закрывает на это глаза. Она делает вид, что в Америке все хорошо. Нет, это далеко не так. И то, что Россия предупреждала, что вот в этом международном террористическом интернационале есть чеченцы, которые способны пойти на теракты, мне кажется, это американцы недооценили. И вот сейчас за это они заплатили свою цену.